Добрый вечер. Сегодня у нас с вами тема касается нашего здоровья и продолжительности жизни. Но мы хотим поговорить именно о старых традициях, которые в общем-то утрачены. Потому что в то время люди жили очень долго. Почему они жили долго? Мафусаил тоже самый, 969 лет прожил, согласно Библии. Адам тоже библейский персонаж, 930 лет прожил. Но потом уже стали поменьше жить люди. Уже Иосиф, он там 120 лет только прожил. Но у нас и помимо библейских представлений есть еще и другие источники, которые говорили о длительном периоде жизни наших предков. Ну например, создатель того же христианства, один из создателей Реген, там был их Климен, Тертулиан. Трое считается у нас создателей. А вот Ориген, он издал 2000 произведений, книжек. То есть самому у нас плодовитому писателю, как Лев Толстой, он там прожил до 82 лет. Но только 90 томов смог издать. Вот причем это и письма там и все вместе, и в архивы. А он отдельные произведения создавал Реген. Для того, чтобы 2000 издать, это в 10 раз. Да какой в 10? В 25 где-то раз надо дольше жить. То есть 80 лет нужно умножить на 25. Ну это под 2000. 2000 лет, ну это кажется фантастичным, понятно. Но это не такой уж фантастичный возраст. Тапас Витджи, который, в общем-то, известен как один из святых Индии, нашему писателю Александру Горбовскому, сказал, что встречался в горах Индостана с отшельником, которому было 5000 лет. Ну и у нас тоже есть такие люди, которые живут долго, но понятно, что они не афишируют свой возраст, потому что они все поддержат ликвидации. У нас специально для этого созданы зондеркоманды, которые, если человек достигает 100-летнего, там, не дай бог, возраста, но его ликвидируют. Вот эти зондеркоманды, они были у нас всегда, потому что те же самые люди, которые прожили этап у нас, этап у нас 500 лет, их называли геты или хеты, потому что этап, его ква хер первая, на этапе 500 лет, они создавали целые полки, защищая себя от этих зондеркоманд. Ну, тем не менее, всех их все-таки истребили. Ну, известно также, что тоже Петр Первый предложил немало усилий для ликвидации людей, которые жили больше 300 лет. Ну, а то, что у нас так люди жили, да, ну, вот, например, такая книга есть, старая, «Хождение за всем окрахманом». Ну, там, в общем-то, пишется, «Рахманы» — это типа наших, ну, сейчас говорят, «Волохвой», но это наши жители, «Древле православное». И там пишется, что в «Рахманы» принимали людей, которые достигли 300-летнего возраста. До 300 лет считался младенческий возраст. Младенческий возраст, потому что люди жили очень долго, и после младенческого там шел подростковый возраст, ну, тоже, наверное, где-то 300 лет, и юношеский возраст, вот молодой возраст, но это все по 300 лет, прибавляйте. Вот, мы же жили по рамкам, рамкам у нас 24 года, и по стадиям, а стадиям у нас 4 года. Вот, и поэтому период 300 лет, но тоже какой-то период младенчества. А почему они так долго жили? Дело в том, что как показывают вот исследования раскопок старинных зданий, да, и городов, оказывается, у них не было ни водопровода, ни канализации. А это говорит о том, что они мало пили и мало ели. И не нужен был водопровод, они пользовались, видимо, дождевой водой, не нужна была канализация, потому что у них, им не надо было ходить в туалет, когда мало ешь. Ну и вот сегодня у нас родилось такое движение неедение, неедение и малоедение. И оно приобретает все больше и больше своих последователей. Почему, спрашиваются люди, устремили свои взоры на это движение? Дело в том, что неедание достигает очень интересных результатов. Та же самая Зиныда Баранова, это у нас, в общем-то, известная неедка в России была. Вот она пять лет не ела ничего и не пила. У нее открылись удивительные способности, она стала видеть иной мир, мир предков. Вот она смогла общаться с этим миром, с умершими. Не потянулись люди, естественно. И вот она от людей стала очень болеть. Вот каждое посещение приводило у нее к какому-то нарушению в организме. Поэтому она в конце концов сошла с неедения, стала есть. И после того, как она сошла, она, в принципе, очень быстро умерла. умерла, потому что, в общем-то, за счет биологической индукции люди же стареют. Они на нее воздействовали и она, в общем-то, постарела со всеми и умерла. Ну, кстати говоря, известные нееды, которые там, вот в Индии, например, по 70 лет не ел, он тоже выглядит достаточно пожило. Ну, то есть, видно, что человек не 20 лет. Ну, и можно ему дать его возраст. это опять же все за счет биологической индукции. Ну, а потом полное неедение, оно неправильное. У нас организм все равно нуждается в пище, и поэтому нужно периодически, ну, хотя бы немножко пить воды, немножко употреблять пищи, для того, чтобы, в общем-то, организм не утратил своих способностей к пищеварению. У нас был такой факт, в чудесах Индии описан, человек потерпел кораблекрушение, матрос, и он, в общем-то, выбрался на остров необитаемый, в котором вообще ничего не росло, он продувался со всех сторон, и он пять лет прожил на этом острове, ничего не имея, ни рыбы, ни птиц, ничего, и он стал есть камни. Ну, как есть камни, их, конечно, не разгрызешь, но есть, конечно, которые можно разгрызть, а так, в основном, камни, которые он просто сосал, и дело в том, что у него в реальности вот эти пять лет он прожил, он как бы не позволил атрофироваться в своей желудочно-кишечной системе. Вот она нам дана для того, чтобы переваривать пищу, и мы ее должны использовать, естественно. Современные еды, понятно, у них, во-первых, температура понижается до 32 градусов, да, а у нас, у давосов есть представление, что если человек имеет температуру 34 градуса, он считается уже достигшим бессмертия. Ну, кстати говоря, встречаются частные еды, которые вообще, которые удалось понизить температуру до 29 градусов. Но обычно это уже дниеды, которые живут очень много лет. Вот у них сокращается количество вдохов в минуту, до одного вдоха в минуту. Вот у них исчезают белые кровяные тельца, что говорит о том, что у них организм чистый, иммунитет сильный, и им не нужны никакие белые кровяные тельца, которые ответственны за наш иммунитет и уничтожают всех непрошенных гостей, которые попадают к нам как с пищей, как с воздухом, так и через кожу. У них этого нет. Белых кровяных телец, нет, они отсутствуют. Вот, при этом, значит, у них расширяются диапазоны органов чувств. Органы чувств, они начинают видеть то, что не видели раньше, слышать то, что не слышали, и обонять то, что никогда не нюхали, то, что для них было без запаха. То есть, диапазоны реально расширяются. Вот. Самое интересное, что проходят все застарелые болезни, которые считаются неизлечимыми, типа диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания. Вот. Уходят сикератомы, папилломы, которые, в общем-то, ну, тоже практически не возят только внешними способами, а в общем-то, они сами отпали, отпали. Более того, и даже родимые пятна уходят, уходят родинки. То есть, организм сбрасывает в себя все лишнее именно при неедении. Это и заставляет людей переходить на эту форму питания. они, когда начинают не есть, периодически, конечно, срываются с этого типа питания. Тем более на правные дни, когда человек переходит, он тоже срывается, пока не перейдет полностью. А что происходит? Какова физиология? Дело в том, что когда человек перестает есть, и главное при этом перестать пить? Потому что если человек просто не ест, у него анорексия разовьется, он вообще может голоду умереть. Книга о фашистах, об их опытах в концлагерях говорит, что люди без воды, но с пищей могут прожить 3, от силы 4 дня. Люди без сна могут прожить 6 дней. А люди без пищи и без воды 7 дней. Но это связано с тем, что у людей, которых лишили пищи, у них стресс. Понятно, что они умрут. В реальности те, кто перестал есть или начал мало есть и не пить. То есть все, кто перестал есть и пить, они перестают и спать. Но это к ним само приходит. И энергии у них очень много при этом. Но это только на малоедении, потому что на полном неедении все равно возникает явление или депрессии, или слабости, или еще что-то. Такие явления не надо пускать. вы переходите, тогда и переходите на малоедение. То есть можете выпить, можете там что-то съесть, но потом не пить, снова не есть. Тогда эффект будет. И вот эти все моменты естественно людей подкупают и они начинают переходить на это питание. Вот просто на голод понятно, что это нельзя. или когда например человек пришел и начинает еще своих детей переводить. тоже нельзя делать. Потому что дети все-таки нуждаются в пище. Нуждаются в пище и вот у нас же ребенок когда рождается он пьет молоко матери пока растет. Но сейчас до года вот раньше до революции еще до 4-х лет кормили грудью малышей. потом подкормка там понятно потому что молоко ребенок может и напиваться. Хотя вот у аборигенов некоторых вообще до 8 лет понятно, что дети становятся здоровыми благодаря этому. У нас ведь сейчас детей в роддомах сразу убирают от матери и кормят их там непонятно чем. А дело в том, что когда ребенок родился он должен припасть к груди матери и вот это молозиво которое еще выделяется он должен обязательно его взять в рот и чтоб оно попало в его организм. потому что именно в этом молозиво сохранены все достижения нашего иммунитета в роду. А нам вот начиная с 30-х где-то годов прошлого века запрещено родившим роженицам подносить ребенка к груди. И поэтому у нас связь с родом с иммунитетом который выработал род прерванно. И поэтому ребенку приходится самому нарабатывать этот иммунитет. а еще плюс ребенок получает 26 прививок до года которые полностью лишают его иммунитета. Мало того, что он живет за счет только иммунитета матери. А тут ему еще прививки ставят. прививки это заставить ребенка не самому справиться с болезнью, а уже решенная проблема. Тем более если раньше ставили прививки ослабленными микробами, бактериями, то есть они были подвержены влиянию или формалин, или спирта, потом это давали ребенку. Причем не вкалывали ему, а наносили на слизистую носа, как до сих пор осталось в Индии. То есть наносили на слизистую носа, и поэтому у него был барьер хоть какой-то. А тут барьеров нет. Сразу вкололи и вкалывают патогенные микробы, бактерии, которые высушены. а высушены они образуют цисты. А циста, понятно, она попав в благоприятные условия, становится нормальный микроб, который вызывает заражение у ребенка. То есть у нас делается все для того, чтобы иммунитета не стало. Я не говорю, что не надо делать прививки вообще. Прививка нужна, когда вы уже чем-то заболели. Тогда можно вводить именно ослабленные микробы, которые в общем-то могут помочь нашему организму выработать на себя иммунитет, то есть справиться с ними. Какова же все-таки физиология у нас этого неедения? Почему люди, которые перешли на неедения, хорошо выглядят, молодо выглядят, им не даже свой возраст? И чем это обусловлено, чем обусловлено вот эта молодость неедов, малоедов? Дело в том, что наша клетка она все время получает воду, пищу и так далее. Она их расходует по своему назначению, но много клетки не надо, она остальное все не принимает. Когда человек перестает пить и есть, клетка естественно очень экономно начинает расходовать свою воду. и старается ту воду, которая выделилась, вернуть обратно, то есть зациклить процессы, которые идут в клетке. У нас ведь многие витамины сыграли свою роль, выводятся, адаптогены сыграли роль, выводятся, ну и все остальные вещества, которые, как ферменты, гормоны и так далее, они все выводятся. Тут начинает их обратно возвращать. Зацикленность возникает у клетки. А раз она держит воду, у нас это страница, увядание, это же потеря воды клетками. ну поэтому при малоедении клетки они сохраняют свою насыщенность водой, они молоды. У нас у ребенка до 90% воды в клетке, а у людей среднего возраста 70%, а раз мы не пьем клетка 70% улич и до 80% и даже больше содержания воды, она ее экономит. Точно так же у нас ведь, например, существует мнение, что мы должны в общем-то иметь щелочную кровь. У нас по крови 7,4, да, и даже небольшие изменения могут привести к смерти, но это такая установка существует. В действительности я знал одну женщину, у нее вообще 4 единицы крови, она прекрасно себя чувствовала и была здоровой. А почему так? Дело в том, что у нас вся пища что овощи, что фрукты, что зелень, ну хоть что, имеют все щелочную СПАЖ. Это когда мы употребляем эту щелочную, организовать не хватает кислоты, и поэтому организм активно пытается ее сохранить. Есть принцип Лишетелье, который еще в школе изучали, что если на замкнутую систему действовать фактором каким-то, система отвечает противоположным действиям. Мы действуем на организм щелочной пищи, ну и все. Организм начинает копить кислоту, он ее экономит. Поэтому у нас кровь закислена. если у ребенка пх крови вообще до 9 единис доходит, у лошадей то же самое, у нас 7,4, ну даже 7,2, кого как. Друзья в свое время показал, долгожители это люди те, у которых вода имеет пх сдвинутые в сторону кислой среды. Там появляются долгожители. это в Якутии, та же самая, Абхазия, но это традиционно. Там источники имеют пх среды кислую. Поэтому в общем-то я не говорю, что нам не нужна щелочная пища. Нам нужна и щелочная, и нам нужна кислая. А кислой у нас нет практически. Настолько клюкву, лайм. Даже лимон первые 30 минут он имеет щелочную реакцию, а потом реакция меняется на кислую среду. Поэтому организму приходится копить кислую среду. То есть чем что мы не додаем организму, то он копит. Ну понятно, что чтобы вызвать именно процесс омоложения, надо не давать воды. То есть надо давать ее понемножечку, чтобы клетка смогла зациклить все свои процессы, и тогда количество съеденной пищи, она будет резко уменьшена. самое главное, что в Йога Сутре у нас в ее третьей части написано, что если человек перестает есть и пить, у него являются 25 ситх. От ситхи это, известно, божьи дары. Ну чудесные вещи. Ну и в реальности у нас такие вещи происходили не только при малой етине, но и когда, допустим, люди, юноши и девушки, когда они теряли свою невинность и девственность на друг друга. Это показали тоже совместные эксперименты нашей страны Сталин и Гитлером, когда они стали выращивать сверхчеловека. Но у нас дело в том, что и у Сталина, ну то есть у нашей страны и у Гитлера в свое время была в общем-то общая идеология по созданию вот этого сверхчеловека. То есть Ницше был как и в Германии, так и в России, в СССР, в общем-то главным идеологом по созданию сверхчеловека. И вот были совместные эксперименты. Совместные эксперименты они касались того, что в Германии, в Европе там уже сексуальная революция в общем-то была в разгаре в начале 20-го века, а у нас в принципе она тормозилась. ее не было. У нас практически 100% девушек до свадьбы не имели никаких половых отношений. Поэтому Россия поставляла девушек, Германия поставляла юношек. И вот эти все совместные проекты осуществлялись как на территории Германии, так и на территории России. Но они сейчас остались эти поселения и у них в действительности рождались детишки с голубой кровью. Вот голубая кровь это в реальности у них не гемоглобин в крови главную функцию играет, а то, что называют витамином В12. Он у нас людей. А вот у детишек он основной был. В отличие от гемоглобина имеют не железо, а кобальт. И поэтому он дает вот эту голубую окраску крови. И детишки сразу, когда рождались, они могли и говорить, и ходить. У нас же дети все недоношенными рождаются сейчас 9 месяцев, раньше то и дольше вынашивали, это все ушло, поэтому они недоношенные. Понятно, они не говорить, то есть ходить там допустим, да, не могли и не могут. А эти сразу начинали ходить, говорить, и самое главное у них были интересные возможности. Они могли читать мысли человека, они помнили свою жизнь, предыдущие, они могли телепортироваться, левитировать и так далее. То есть это были боги. Но у нас с ненностью шла удачная борьба, понятно, и в общем-то мы ее смогли удачно победить. Сейчас в принципе нет таких прецедентов, чтобы девушка или юноша до свадьбы не имели половых связей. Понятно, что у нас ничего подобного сейчас уже родиться не может. Но опять же возвращаясь к неедине, неедине может возвратить те самые способности, которые в общем-то представлено написано в йогах сутре потанчале. вот получается, что дети, которые в общем-то у нас рождаются хоть и со всякими там прививками, неправильными родами, это все внедрено уже в начале 20 века. Их трудно накормить, они не хотят есть. Их трудно ложить спать, они не хотят спать. Вот у нас рождаются дети, которые в реальности не хотят спать. Есть дети, которые спят все время, а есть которые не хотят спать. Но есть такие прецеденты. А почему это происходит? Ну потому что у нас еще все-таки сохраняется эта божественность, несмотря на то, что человечество опущено ниже плинтуса. У нас ведь когда в деле мануфактуры, ну это 18 век, люди работали по 20 часов. Заставь сейчас человека проработать 20 часов. Ну не выдержат. Да нет коней. А значит это говорит о том, что раньше люди не ели и не пили, раз они могли 20 часов спокойно работать. Ну и сейчас кто малоед, он в принципе может работать. Он бегает там по 25 километров. Вот то есть энергии некуда девать. Более того, у нас все замки, вообще раскопки этих городов показывают, что там не было неотхожих мест. То есть канализации не было. Не было водопровода. Что я уже говорил. Более того, значит у нас в Москве в 50-е и 60-е годы дома, которые построены двухэтажные с токольным этажом, у них нет отхожих мест. Все на улице, все удобства. Внутри нет. То есть так говорит, что в общем-то не единее, мало единее было. и у нас в России распространено так же широко. Когда наши историки начали изучать документы, касаемые приема у королей, у герцогов, там люди дожидались в своей очереди много часов. Начиналось с утра и кончалось за полночей я и под утро приемы. Поэтому они породили такое выражение, как королевский мочевой пузырь. Потому что им нельзя выходить было. Тем более хуже мест не было. Но они никуда и не хотели ходить. Нам рассказывают, что в средние века помои выливались на улицу. Все дурно пахли, поэтому деколоны придумали, духи придумали. Это художественный свист. Потому что у нас запахи использовались исключительно для проявления каких-то настроений, каких-то эмоций. А при неедении люди благоухают. Они приятно от них пахнет как от ребенка молоком. Точно так же от них такой же запах. А у некоторых вообще цветочный аромат возникает. То есть не нужно никакие духи специально для этого придумывать. Духи именно придумывали для этих состояний. Потому что у нас ведь медицина медицина это вообще термин новый, новодельный. У нас было лекарство, было целительство, было животворство. Лечили запахами, запахами ваннами, ваннами специальными веществами. Или применяли метод парацельса. Он его описал, это не его естественное изобретение. Это было обычно. То есть не ставили, не давали лекарства человеку. Он просто помещался этот сосуд с каким-то снадобьем в поле человека и утром человек вставал здоровым. То есть не задействовали желудочно-кишечный тракт, не травили печень, селезенку и почки. у нас была такая частная лаборатория, которая занималась проблемой омоложения и бессмертия. Но они нашли способ омолаживания. Дело в том, что когда человек голодает или животное голодает, у них выделяются метаболиты. А метаболиты, вот если их очистить, брали кровь, очищали от всех компонентов, оставляли только метаболиты. Вот и впрыскивали пожилым людям. И они омолаживались. Но они сначала на себе делали эти эксперименты. Эксперименты были очень удачные. У людей вырастали волосы, зубы, уходила седина, восстанавливались там утратенные какие-то органы, в частности желчный пузырь. А потом начинались множественные метастазы и человек умер. Второй потом тоже это делал умер. То есть когда это бралось от кого-то и впрыскивало, происходили неприятные вещи. А если сам человек, то есть он эти метаболитания у него сами возникают, и в реальности происходит омолаживание, когда человек мало ест или не ест совсем и не пьет. То есть они в общем-то проблему молодости омоложения решили, но не рассчитали. То есть окончание всех этих экспериментов кончилось плачевно. Тем не менее вообще омоложение оно отмечается. Люди могут молодиться, могут восстанавливать утраченные органы. Ну и у нас Петров этим занимался восстановлением органов. Ну сейчас еще занимается Борис Болотов. Вот он выращивает конечности, выращивает утраченные органы. Ну у нас обычно вырезают там медалина, ланды, значит щитовик могут вырезать. Но все это может восстанавливаться оказывается при вот этой кислой диете. Закисленной диете. Дело в том, что у нас вообще к 20 годам на сегодняшний день у большинства людей, но не у большинства, в общем-то у всех происходит зашлаковывание печени к 20 годам. зашлакование это настолько мощное и сильное, что печень перестает пропускать через себя кровь, идущую с полой вены. В общем-то собирает кровь и пищевые вещества с кишечника. Она не может протопнуть кровь в печень. и поэтому у нас с 20 годами формируются отростки, которые впадают в вену кава. Это малый круговорот в сердце. И в принципе после малого круговорота кровь попадает большой и она идет уже неочищенная. Поэтому именно после 20 лет у нас человек начинает интенсивно стареть. А когда человек переходит на малоедение, да, ну понятно, что печень потихонечку очищается и в общем-то начинает пропускать через себя кровь. Поэтому кровь снова у нас очищена. Человек снова молодеет и не стареет. У нас при малоедении в общем-то наблюдается рост у людей. А наши предки, как известно, ну не всем, конечно, известно, вообще все в природе, что имеет акцепетальный рост, то есть непрекращающийся рост, не стареет. Но смерти в реальности в природе нет. Она всегда насильственна. То есть кого-то съели, кого-то там зарезали, кого-то отравили, кого-то заразили. Только поэтому происходит смерть. Как таковая уже реальная. А так сам организм не умирает. Во-первых, одноклеточные организмы, они всегда делятся и не умирают. у нас был поставлен опыт Водольфом. Он 27 лет следил за одной клеткой, которая каждые два часа делилась и не собиралась умирать. И так и не обнаружив у нее смерть, вывод, что одноклеточные бессмертны. Потом был сделан вывод, что оказывается, многоклеточные могут не умирать. Та же гидра. Ее сколько ни разрежь, из каждой части вырастет еще новая гидра. Или там дождевые черви раздели, и он снова вырос. Но оказывается, не только многоклеточные простейшие могут жить вечно, но оказывается, среди млекопитающих есть представители, которые не умирают никогда. От собственной смерти они не стареют. Например, голая землеройка. То у нас вообще в природе все вот эти животные, которые попадают в неблагоприятные условия, они впадают с 5-й очков в анабиоз. Потом, когда условия позволяют, они оживают и живут. Медведи, суслики, всем этим инсекторы, то есть все насекомые, вот беспозвоночные очень много, они все переживают отойти неблагоприятным совестного живут. Вот если бы не было вот этих разных случайностей, которых лишают жизни, то все бы были бессмертными. У нас природе нет смерти. Даже человек, когда умирает, якобы умирает, у него процессы заживления тех же ран в пять раз быстрее. Причем у умерших у них продолжают расти ногти, продолжают расти волосы, борода продолжают расти, у женщин происходит иллюстрация, у умерших женщин очень могут происходить полюции. То есть продолжает жизнь. Наши исследования показывают, что все точки акупунктуры у него работают. Они обнаруживаются на теле как у живого человека. Стали хранить людей, до этого зажигали, если человек решил умереть. Или склепы клали. Склепы они закрывались изнутри и снаружи. Можно было их открыть. Горбы были тоже как саркофаги. они были деревянные, но не вставлялись крышкой. Можно было открыть ее и выйти. Причем на постаменте склепе стоял гроб. Причем постамент сделан так, чтобы к нему не могли пролезть грызуны или еще кто-то. Но потом у нас было тепло всегда. До 19 века он теплый был. у нас просто во время потопа, который произошел в 1842 до 50-го где-то года. Не урожай, но это понятно, потому что был потоп. После этого стало холодно. у нас вообще похолодание уже было в 19-м веке, когда произошла война, очень похожая на ядерную. Война севера и юга. Ну, она описана у нас в истории Соединенных Штатов Америки. Но вот современные уже исследования показывают, что война была ядерная. потому что все урановые месторождения, находящиеся там в Австралии, в Африке, в Америке, у нас, в Сибири, вот, имеют индексы. Так вот этот индекс разных месторождений, их обнаруживают в нашей Сибири. То есть юг представлен был Африкой, Австралией, да, ну, а север представлен был Сибирь и Северная Америка, Европа. Вот там тоже добычи. Вот их не индекс встречается в Африке и в Австралии. А индекс Африки и Австралии встречается, ну, то есть как следы этого урана. Встречаются вот в Сибири, встречаются в Америке и в Европе. То есть это была война севера и юга. Ну, и по всей видимости эта война была связана с рядовой разницей. Потому, что белое население у нас север в основном, да, но юг, в общем-то, население другого плана. Но интересно, что во время потопа было же предварительно всемирное переселение народа, да, оно произошло тоже, когда случилась эта война. Если это была ядерная война, то, что ударная волна от ядерной бомбы идет вдоль земли, но она точно так же идет и вверх о земле и увлекает за собой огромные массы, которые выброшены были в космос. У нас давление упало, и поэтому была длинная зима, было много выпало снега, и у нас на юге и севере, где была Антарктида и Арктика, снег никуда уже не выходил, он не таял, там, что температура упала, упала она по всей планете, но у нас появилась смена зимы и лета, а там ничего не появилось, там снег накапливался, в Антарктиде он до трех километров вырос, в некоторых местах до пяти, то же самое произошло и в Арктике, и вот 1842, втором, третьем году у нас произошло опускание Арктиды, ну и соответственно возник поток, волна была больше километра, ну у нас потому что серый деды это океан он, собственно говоря, мелкий километр, до двух где-то максимум, вот так километр, ну и волна была с километром, ну представляете у нас сейчас вот все дома появились, цокольные этажи, да, первого этажа многих нет, понятно, что после этого в общем-то у нас появились зимы, стало холодно, население, которое в общем-то ушло с Арктиды, оно фактически все погибло, сегодняшнее население севера, ну это уже пришли народы, их не было во время потопа там, то есть сохранилось, конечно, очень мало людей, а южное население, да, которое заселилось в Южную Африку, но белое там Родезия, это было вообще считалось белый рай, весь африканский континент был в общем-то черным населением заселён, а здесь вот появилась белая, Южная Америка, ну там практически 80% белого населения, до сих пор это и Бразилия, и Аргентина, ну все вот эти страны, также значит у нас и Индия, там Брахмана, белое население представляет из себя дальше значит вся Австралия белое население практически где-то сейчас 19 миллионов, может больше, то у меня старые данные, причем было 4 миллиона русских, там жило, но якобы они туда уехали, эмигрировали, да нет, они там всегда жили, там не стало тепла из-за того, что давление упало и теплопроводность воздуха она понизилась, туда не стало поставляться тепло и в общем-то это стало причиной накопления снежных масс, что и вызвало потом потом, у нас было бы еще и южная могла тоже опуститься в конце концов, но благо, что она сейчас растаяла Антартида. У нас в организме на сегодняшний день разными исследователями определяется количество вот этих дополнительных едоков, которые возникают из-за того, что человека избыток питания приводит к тому, что они размножаются, они заселяются в наши ткани, они становятся облигатными, но это не паразиты, но они просто едоки. Они не нас едят, они едят остатки пищи, которые поставляются клеткам, поставляются в межклеточное пространство. Вот, но у нас клетка и дышит, и ест все из межклеточного пространства. Все продукты метаболизма, которые она выделяет, тоже межклеточное пространство. Понятно, что когда она забита, она забивает в том, что мы едим беспрерывно, получается, что клетка начинает засорять себя тем, что она, в общем-то, вынуждена все время есть тоже. И продукты метаболизма попадают опять в нее. А у нас, видите, дело в том, что лизосомы, они перерабатывают, но они в основном белок перерабатывают в том, что они собирают кислоту, но они раскислые, а у нас подобное тянет подобное, они притягивают вот эти кислые молекулы, которые мы должны есть, но мы их мало употребляем. И они перерабатывают все, что связано с белками. И они также перерабатывают и межплеточное пространство, если там белки, глобулы от этих белков. Ну, все разлагают. У нас, кстати, к сожалению, не бывает. И когда человек перестает есть и пить, вот эти все облигатные наши пассажиры, они превращаются в цисты. Вот белокровенные тельца их не могут съесть, потому что они же сопротивляются, они же убегают или даже нападают, вот сопротивляются. А когда они обедвижены, цистами стали, да, вот их быстро вычищают белокровенные тельца, ну и очищают наш организм вот этих нежелательных пассажиров. В то же время, если человек вот начинает делать чистки той же печени, да, у нас же культура очищения, то она исчезла, в принципе. А в принципе она была. У нас в ведах как записано, что наши предки жили на горе миру, пили нектар или амброзию, поэтому были бессмертными. Там так написано. На амброзию это то, что в принципе как мочалка. Ну это какая-то клетчатка. Там стебли могут быть, листья зеленых растений. Они как мочалка. А чтобы смывать, мы же ведь каждую неделю в принципе моемся, а кишечник-то ведь надо тоже мать. Вот и в данном случае мы можем использовать и кастровое масло. Но кастровое лучше, потому что оно промасывает весь кишечник и он когда очистится, он не схлапывается. Но не схлапывается, если он промаслял. Если он не промаслял, понятно, что схлапывание произойдет неизбежно. Ты после кастровки принимает различные масла, которые вызывают отделение желчи. И желчь в принципе уничтожает на своем пути все. Все паразиты, которые у нас гнездятся, находятся в тонком и толстом кишечнике, они все перевариваются. От них ничего не остается. Именно благодаря выделению желчи. Но этим же качеством в принципе обладает и у нас и панкреатиновый сок, вырабатываем поджелудочную железу, он тоже все расплавляет. Вот он стенки может расплавить у органов. Но прежде всего, конечно, у нас печень. Желчь нужна для мыления жиров. А у нас жиров практически нет. Ну и нам говорят, что не надо ехать жиры, чтобы не выполнить. В реальности, когда мы не едим жиры, организм начинает их копить. Поэтому вот кето-диета сейчас вот появилась. Потому что люди едят жиры в принципе не стареют. Но кето-диета там еще есть одно интересное свойство. У нас ведь отлагаются холестериновые бляшки внутри сосудов, которые увеличивают давление, во-первых. Они отлагаются потому, что это, как правило, трансжиры. То есть это жиры, которые получены с помощью термической обработки. И когда мы едим полиненасыщенные жиры, там омега-3, вот она проходит сквозь сосуды и растворяет эти жиры. И на сосуды очищаются. Поэтому, когда человек начинает есть жиры, но особенно полиненасыщенные, которых много в льняном масле, в том же, значит, конопляном масле. И у нас, в общем-то, происходит вычищение организма. Как нас вообще перевели на неправильное едение? У нас ведь, вот детишек заставляют, если уже физиологи питания срывают, нарушают. И они вырастают и начинают есть много. Потому что привычка. А это все внедрялось постепенно. Во-первых, нам внедрили солонин. Это посленно содержащие. Это картофель, это красный перец, баклажаны и помидоры. У нас ведь многие люди до сих пор не могут ни картофель есть, ни помидоры. Но рождаются такие. Сначала, когда их внедрили, они содержат солонин. Это алкалоид, который, во-первых, уменьшает проводимость клеточной мембраны. Почему наша клетка начинает принимать все, что она из себя выбросила? Ну, потому что солонин сделал это. А у солонина есть еще одна неприятная вещь. Клетка, она насытилась, и все. А солонин заставляет ее есть. То есть он лишает ее возможности насыщаться. Понятно, что человек, поев картофель, он не может остановиться. Пока не наестся. Пока некуда будет есть. Но, тем не менее, у него чувство качественного года остается. Он бы еще что-то съел. Не может просто. А у нас вот этот качественный голод, это было целое чувство, оно называлось «сыть». Слово «насытиться» осталось, «сытное» осталось. Вот это качество, оно появляется только у беременных женщин и у детишек до 4 лет. Они знают, что им нужно. И они знают, сколько им нужно. Это качество нужно каждому из нас восстановить, которые прошли через извращенную нашу традицию перекамливать детей, самим переедать, то есть заниматься обжорством, мягко выражаясь. И вот после того, как разрушили это качество, сыть, уничтожили ее же, у нас все, что связано было с чудесным, оно все связано с нашими испражнениями. Даже само слово «испражнение» в реальности, оно хорошее в реальности, не относится ни к каким-то каловым, ни мочевым массам. Но использовали. И вот то же самое, что «сыть», что мы там по-маленькому сходили, это такое слово придумали, чтобы убрать это качество у нас, которое нам надо сейчас восстанавливать. И стали вводить специи, специи, которые увеличивали, наоборот, у нас аппетит. Вот специи не надо путать с прятностями. Вот пряности, они как раз содержат, они праности правильно назывались, они содержали как раз разные формы эфира. Они так и назывались в нашем эфире. Разными названиями назывался там «Жихи», «Фи», «Пи», «Ричи», «Си», «Ци», которые, кстати, остались у китайцев. Сегодня там «Си», «Ци», «Чи». Но для них это одно и то же. Но это разные. И у нас в названиях, там, допустим, «Лимон», «Лимонник был». Вот. Или там, допустим, «Мелиса», «Ми», «Ли». Вот эти все названия эфира, они присутствуют. Это много растений, которые позволяли нам насыщаться эфиром. Быть праноидами. Хотя мы ели растения, но насыщались все равно эфиром. И внедрив, так сказать, уже обжорство, да, стали уже внедрять то, что нас вообще калечит. Внедрили, например, глютен. Глютен, содержащий в основном злаки у нас. Это пшеница, это рожь, это ячмень. Глютен обладает тем качеством, что он блокирует все синтетические способности кишечника, которые происходят у нас на сосочках кишечника. И глютен еще обладает одним качеством, но истончает стенки кишечника. И может даже произойти прободение, если человек многое сбило хлеба. У нас в ржи там поменьше, у ржи там, чем в белом хлебе. Ну и поэтому говорили, что вот наши предки ели черный хлеб, потому что вот на белый денег там не хватало средств. Но тоже свист был нужен для того, чтобы внедрить белый хлеб. А его не ели. У нас был марантный хлеб, пырейный хлеб. Пырей, кстати говоря, если кто из его семян делал, хлеб он сладкий. Но там естественная сладость, это не современный сахар. Современный сахар тоже вели только в 30-е годы 20-го века у нас был кленовый сахар. Ввели такой сахарный свеклый сахар, который имеет соединение фруктозы и глюкозы, на которые нужен инсулин. Вот внедрение этого сахара привело к появлению диабета. У нас его не было раньше. У нас вот в 19-м веке, в начале 20-го только 300 было болезней. А уже когда вот в 20-е годы где-то был съезд врачей, там целителей, введены протоколы лечения, и уже было 3000 болезней. А уже в наше время насчитывается 30 тысяч болезней. И количество этих болезней это еще не определено. В действительности у нас болезни-то, причины болезни, но их всего 4. Но у нас медицина ведь не лечит болезнь. причины. Она лечит симптомы. То есть фактически мы выздоравливаем вопреки медицине. А кто читал протоколы сионских мудрецов, там написано, здоровье наших врагов должно быть в наших руках. Но сионисты, мы говорим сейчас сионисты, и думаем, что это современные евреи. Сина вообще это пизиглавцы на латыни. А пизиглавцы это римская империя, захватившая нас на сегодняшний день, и управляющая нами на сегодняшний день с помощью своих, значит, ставленников, ну и сама она, в общем-то, тут присутствует постоянно. они вообще не люди, они пришельцы, они инопланетяне. И, в общем-то, они не скрывают Орион, Орионская цивилизация Орионской, Орионское созвездие, из которого они прибыли здесь на Землю. Сириус, ну это из Большого Пса, прибывшие сюда, они уже оккупировали фактически всю Африку, ну и Америку частично оккупировали. Нам говорят, что там рабов увозили, но это не так. Посмотрите, Теотеки, например, да, ну это огромные, головы черные. Они захватывали, ну причем это воины, головы в шлемах и так далее. Они завоевали Америку. Ну нам легко же. После всяких революций у нас их было как минимум шесть. Это не считая всяких войн. Революция у нас началась значит в 1789 году, первая, французская якобы, но это не французская революция, это была революция в Российской империи, которая раньше вообще назвалась Римской империей, потому что они все захватили. Когда снесли бастилию, потому что там была пандемия оспы, а оспу нам ее придумали, в принципе это была в общем-то искусственно выведенная болезнь, потому что она только в человеческом организме может развиваться, а то, что сейчас говорят, что там у коров она, да, или еще кого-то, там все другие возбудители, они их просто назвали оспами, оспы человека только у человека, и вот их по пандемии, когда вели, садили, в эту бастилию, но озлобили народ, разнес ее все, ну и потом все революции сопровождались пандемиями, пандемии, которые нам специально вводили, кстати говоря, вот еще для того, чтобы у нас обжорство закрепить, вот Сатурналии, которые в общем-то считаются римскими праздниками, да, они у нас тут везде были, говорят, это обжорство, но картины художников тех лет показывают, что в Сатурналии там не было обжорства, единичные картины, где какая-то пища, а так они или сидят, или там танцуют, или празднуют, или еще что-то делает, но не было обжорства, а нам рассказывают, что они объедались, это были целые увертюры из блюд разных, что вставляли два пальца, их вырывало, и они снова ели, но это тоже художественный свист, потом нам стали вводить алкоголь, глютен ввели салонин ввели, сахар ввели, свекольники, но потом стали вводить алкоголь, у нас все вот эти напитки названия, когор, вино, ликер и так далее, но это чудесные напитки, которые давали нам связь, например, ликер давал связь с информацией, хранящейся в кристаллах, а когор давал связь, хранящейся в воде, так называемой с хрониками акаши, но то, что у нас в кристаллах хранятся, они вообще называются архи, в нашей культуре назывались так, и мы могли их читать, выпив эти напитки, а теперь они стали алкогольными, на наших глазах тот же самый, сбитий стал алкогольным, до этого он не был, пиво стало алкогольным, а пиво было нужно для того, чтобы у нас была связь с душой, у души во-первых, много всяких божественных возможностей, она может материализовывать там вещи, например, телепортироваться, но она что думает, то у нее и получается, подумала, что она там на какой-то планете, она там и окажется, и если у нас произошло соединение с душой, мы получили эти качества, вот, и для этого было нужно пиво, а пиво, оно энергетически очень насыщено, то, что у нас нет всяких вот этих божественных качеств, это связано с тем, что у нас не хватает энергии, а пиво нам отдавало, та же водка у нас называли вообще живую воду, которая позволяла оживлять людей, погибших, воинов, там, или умерших, там, из каких-то болезней, сейчас, это тоже спиртосодержащие алкогольное пойло, хотя спирт, вообще он получался с помощью пиктанин, не связан тоже с алкоголем, спирту снова ноуты нет, вот его получали тоже, когда сбивают воду, вода приобретает чудесные качества, течение 30 минут она их хранит, сбили воду, выпили, потихоньку будете иметь эти чудесные вещи, дальше у нас люди перед тем, как начать есть, периодически облизываются, это и осталось кстати и у животных перед тем, как поесть они облизываются, но это только указывает на то, что они когда-то были и разумны, и божественны, потому что облизывание губ связано с тем, что человек как бы вспоминает вкус губ, и когда он живет пищу, надо ее сживать до тех пор, пока она не приобретет вкус губ, а это означает, что пища приобрела частоты нашего организма, когда мы съедаем нашего организма частоты, у нас амплитуда увеличивается у организма, у нас она где-то около 5000, это Бови определил, 5000 герц, а вообще у нас ведь альфа и бета ритма, они же все у нас очень сильно понижены, нам специально ввели вот электрический ток 50 герц, но частота бета ритма, мы выше не можем, в то время как святые идеи тот же самый бета ритм показывает 3000 герц, хотя это не дотягивает еще до частоты нашего тела, но тем не менее он может эту частоту иметь, а мы не можем, у нас переменный ток. И у нас, чтобы обрести вообще бессмертие, да, была такая практика, как проглатывание семян, и потом, когда они пройдут через весь наш организм, использовать их на своем участке, потому что они приобретали нашу чистоту, а когда мы нашу чистоту все время получаем, у нас амплитуда организма увеличивается, пусть даже 5000 герц, но она увеличится, амплитуда это энергия, и у нас появляется возможность все эти ситхи, ну, или божественные дары иметь. Ну, интересно, у нас теории старения очень много, и одна из них утверждает, что организм старится только из того, что есть разные частоты пищи, а если мы едим частоту своего организма, да, то мы в общем-то все время молодеем, и все время совершенствуемся, поэтому надо было есть пищу, пока она не станет вкусом таким же как наши губы, и поэтому надо было выращивать растения, у нас были эти новые качества, то есть энергия. Кстати, еще интересный факт, что у нас у малоедов в общем-то восстанавливаются зубы, и вырастают зубы, у нас их шесть закладок, но у нас только вторая закладка, то есть сначала у нас молочные зубы, а потом вырастают коренные зубы, и все. У некоторых людей к 72 годам вырастают зубы, но если они ведут правильный образ жизни, но большинство никто же не ведет, все занимаются обжорством, хотя они не считают это обжорством, но это в реальности нарушена наша физиология, которая уже как традиция. Ну а вот почему было внедрено бреноедение? В 1870 году ну это тоже революционные события всякие, они были связаны у нас с холерой, пандемия была холерой, от нее много народу умерло, но и выяснили, что для того, чтобы не болеть холерой, надо все варить, стали варить, пищу стали варить, и в общем-то постепенно это внедрено было, и все варили. То же самое значит мясоедение, мясоедение было внедрено с помощью нашей религии, то есть сделали специально день мясоеда, мясоедение, постепенно у нас стали все мясоедомы, сейчас целые народы, у них традиция есть мясо, ну, в принципе, все едят мясо, не все могут, но едят все, когда у нас вообще божорство ввели, люди ввели мало, у нас же не было вот этого монокультур, да, выращивания, но это было все в девятнадцатом веке ввели как раз монокультуру выращивания, ввели гербициды, пестициды, гербициды убивали сорняков, пестициды, ну, якобы, вредители растений, да, вот, которые, в принципе, попадают нам тоже в пищу, вот, и поэтому мясоедение внедрили, вареноедение внедрили, вот, внедрили пищевые дрожжи, термофильные, термофильные дрожжи, они для чего были, для чего было нужно, для того, чтобы у человека все бурлило внутри кишечники, и они никакой варкой не уничтожались бы, но они 120 градусов спокойно выдерживают термофильные дрожжи, а вот эти вот пузырьки, которые образуются и попадают нам в кровь, они забивают капилляры наших тканей, ткани не получают питания, с одной стороны, кровяное давление резко увеличивается, и вот когда нас термофильные дрожжи внедрили, у нас появилась не только гипертония, но вообще список целых сердечно-сосудистых заболеваний, нам сейчас говорят, что там из-за того, что у нас холестерин отлагается внутри, но он отлагается, понятно, потому что у нас жарко, варка и все прочее приводит жировнегодность, которая не усваивается, а только отлагается. Нормальных жиров мы не едим, когда жир не поступает в организм, во-первых, начинают болеть суставы, потому что они же трутся, а что может смазать только масло, оно же имеет жировую основу, но раз не едим, значит будут болеть суставы, стираться надкосницы, будут жуткие боли из-за этого. То, что мы очень много едим, приводит к тому, что у нас желудок становится очень большим. Вот реально у ума у детей, у грудных детей, в них желудок чуть толще тонкого кишечника, а он там имеет диаметры. Ну и сам толстый кишечник, он полтора, где-то два сантимента, чуть-чуть толще, тонкого, это у детишек. А у нас из-за того, что толстый кишечник, там же нет переваривания пищи, он только всасывает, и он копит вот эти все массы, которые идут, не переваренные, потому что у нас тот же самый желудок, он же мускульный мешок, и он у него пристеночное пищеварение, он переваривает только то, что у стенки. Внутри он не может переварить пищу, и поэтому вся пища, попадая уже в 12-перстную кишку из желудка, туда же значит у нас идут протоки от желудочной железы, которая переваривает углеводы, и от печени проток, который выделяет желчь, омоляет жиры, но переваривает их фактически. Она если забита, там то же самое происходит, середина не переваривается, все это попадает в кишечник, тонкий, кишечник нам идет дальнейшая переработка, но она тоже в принципе из-за того, что все достаточно плотно не переваривает, и избыток этой пищи является хорошим кормом для всяких пассажиров, которые проникают к нам в организм, те же черви, вот все они это едят, и в общем-то толстый кишечник начинает увеличивать свои размеры, он уже не один, два, там три сантиметра, да, он у нас может до 15 сантиметров доходить в диаметре, вот к чему приходит переедание, ну и потом, видите, у нас вот в организме там есть тощая кишка, она никогда не имеет пищи внутри себя, она сразу направляет все прогоняет, потому что там идет постоянно процесс ревсасывания, то, что кровь собрала с организма, она сбрасывает кишечник в тощую кишку, ну и естественно это идет утилизация, а для того, чтобы все это собрать, у нас в реальности желудок где-то 7 литров отделяет желудочного сока, столько сколько у нас крови тоже 7 литров, куда он это все берет, когда мы не потребляем кислоту, понятно, что он копит где-то за счет того, что скисляет кровь, когда мы потребляем понятно, что желудку не надо копить, организму не надо копить эту кислоту, то же самое происходит и с желчью, желчью тоже впитывается в кровь, и она в принципе занимается омылением жиров, того же холестерина в наших сосудах, но если мы хорошо употребляем жир, естественно, да, мы в принципе все растворяем, поэтому у нас организм будет чистым, если у нас правильно есть сочетание жиров, белков, углеводов, у нас ведь смотрите, нуклеотиды вообще не учитываются, а нуклеотиды без них не будет создана ни одна новая клетка, поэтому мы не только белки и жиры углевод должны учитывать, но и нуклеотиды, а они поступают к нам с сырыми овощами, вот, но у нас сейчас многие овощи и фрукты особенно, у них нет ядер в клетках, поэтому прежде всего, конечно, зеленые листья, вот них мы имеем нуклеотиды и имеем возможность создавать новые клетки.